это видео о том как правильно закрутить шуруп в двух случаях во первых когда прикручивается гипсокартон к каркасу и во вторых когда к самому гипсокартону нужно прикрутить что-либо например направляющий профиль для второго уровня для иллюстрации первого случая закрутил три шурупа один правильно и два неправильно посмотрим поближе как это работает и в чем суть ошибок для того чтобы надежно закрутить гипсокартон к каркасу нужно шуруп расположить перпендикулярно поверхности листа закрутить его и немножко углубить относительно поверхности бумаги в этом случае конусная часть шурупа делает себе воронку из бумаги именно на ней держится гипсокартон ошибка является если шуруп слишком углубился внутрь в этом случае он бумагу рвет и конусная часть шурупа держится за гипсовый сердечник в этом месте гипс сломается и лист шурупа сорвется еще одна ошибка если шуруп закручивать не перпендикулярно а немножко под углом в этом случае одна сторона шурупа рвет бумагу а вторая торчит и это большая проблема для отделки потому что за этот край цепляется шпатель в том случае когда самому гипсокартона нужно что-либо прикрутить например направляющий профиль то используется два способа крепления там где есть каркас изнутри там шуруп закручивается просто напрямую и затягивается а там где находится пустой гипсокартон между профилями шуруп закручивается методом елочкой под наклоном влево под наклоном вправо под наклоном влево и так далее и закручивается не до конца закручивается до начала конусной части для чего это нужно для того чтобы часть листа между профилями тоже участвовала в распределении нагрузки а почему закручивается елочкой объясню на рисунке если закрутить шуруп в гипсокартон напрямую под 90 градусов то это очень слабое соединение потому что осевая нагрузка легко выдергивает мелкую резьбу из гипсокартона к тому же часть шурупа никак не участвует в работе она просто висит в воздухе бесполезно чтобы этого избежать шуруп закручивается под наклоном в этом случае площадь взаимодействия увеличивается в полтора раза и практически весь шуруп участвует в удержании нагрузки при этом сила приложенная к шурупу направлена не по оси на выдергивание резьбы а под углом на изгиб конечно при предельной нагрузке шуруп не согнется он просто выломает кусок гипсокартона но для этого понадобится намного больше усилия чем на сыр резьбы по оси поэтому вот такое соединение в гипсокартон под наклоном намного более прочное чем напрямую